Если вы хотите узнать, как Брулёв рекламит казино, то досматривайте данный видеоролик до самого конца. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Но перед всем этим я хочу порекламировать вам не казино, а реально годную штуку под названием Arizona Roleplay, а именно сервер Феникс, ведь именно на сервере Феникс, введя мой никнейм Данте Коннор, вы сможете получить себе на руки своего персонажа целых 300 тысяч вертов, поэтому заходите. Также в описании есть ссылочка на мой телеграм-канал, туда тоже можете зайти, ведь там сливаются все инсайды и там выходит минимум один пост в день, а может быть и два, а может быть и три, а может быть и десять, но в целом мы начинаем. Вообще, вы знаете, Брулёв тут абсолютно ни при чём, ведь давным-давно я сказал о нём уже всё, что думал, но не поднять данную тему я просто не могу. Брулёв тут будет как, наверное, пример того, о чём я буду рассказывать. Я не понимаю немного, как я должен тут сформулировать свою мысль, чтобы меня все поняли правильно, потому что даже если прямым текстом сказать, прямым текстом написать, то всё равно они все могут что-то понять. Пример этого был ролик с тётей Марас Шакур, где я ни в коем случае не танцевал на костях, не делал что-то прочее, я просто рассказывал про ситуацию так, как её видел я, и тут будет примерно то же самое. Однако, ладно, давайте не про это, потому что про это мы поговорим немного позже. Азарт. Азарт присутствует в каждом из нас примерно, ну, у кого-то больше, у кого-то меньше, но у всех он есть. И азарт это такая, знаете ли, плохая штука, и на азарте построено большое количество вещей в нашем мире. Но самый яркий пример азарта, разумеется, это казино, когда вы рискуете своими деньгами, чтобы поднять побольше этих самых денег. И потом, когда ты уже, знаете ли, закинул в казино, у тебя и проебал, допустим, свои деньги, у тебя есть только один стимул, вернуть то, что ты проебал. Для этого ты закидываешь ещё, потом ещё, потом ещё, и проёбываешь так большое количество денег. Но давайте вот я скажу вам только одну фразу. Казино существует для того, чтобы ты мог развлечься. То есть это развлечение, это азарт. Если ты всё это понимаешь и идёшь в это самое казино, то тогда к тебе никаких претензий, никаких вопросов нет. А когда ты рассматриваешь казино как способ заработка или способ, типа, быстро поднять деньги, то, разумеется, это всё не для тебя, и, скорее всего, ты проебёшь. Да даже человек, который пришёл развлечься, скорее всего, он тоже проебёт. Ведь казино постоянно в пылюсе находится. Потому что, типа, если ты хочешь заработать на казино, то ты должен быть владельцем казино. Других вариантов просто-напросто нету. И вот, вы знаете, я... Вот меня постоянно спрашивают, мол, слушай, а вот 1xbet, вот ты бы стал рекламировать, если бы к тебе обратились или нет? Я всегда говорил, что да. Ведь моя позиция по этому поводу такая. Долбоёб и без меня найдёт, где можно слить деньги. Почему бы мне не подзаработать и не помочь долбоёбу слить свои деньги, если бы он и без меня их успешно слил? Даже без рекламы, без вот этих вот, знаете, всех стримов от разнообразных ютуберов, он бы всё равно нашёл вот эти вот все зеркала. При том, что казино-то у нас получится, казино у нас в России запрещено. И поиграть в казино можно в строго отведённых для этого местах. И там должна быть лицензия и всё такое. Допустим, в Сочи есть казино, и там это официально разрешено. И там вы можете поиграть во все вот эти вот, знаете ли, игровые автоматы. Но понятно, что вся Россия, она не живёт в Сочи, она разредоточена вообще по всей, как бы, территории, где-то больше, где-то меньше, где-то перенаселены города, где-то вообще там, я не знаю, человек 600 живёт, и типа нормально себя чувствуют пацаны. Но, в общем-то, как-то так. В общем-то, желание поднять или, там, почувствовать азарт, или поднять свои деньги, или приумножить их, или проебать их, есть у всех. Разумеется, желание проебать присутствует у меньшинства людей. И в целом, то есть, казино представляет возможность того, чтобы ты эти самые деньги мог поднять. Ну, или проебать, как вы уже понимаете. И совсем недавно в одном из желтушных изданий я нашёл пост, где говорилось о том, что вот Абрулёв в одном из известных казино... Кхм-кхм... Казино, в общем-то, Джой... Ну, вот, в общем-то, да, вы сами понимаете. То есть, названий никаких я называть не буду, дабы вы не подумали, что это какая-то реклама или так далее. Потому что, если бы меня заплатили, разумеется, я бы сказал, что вот Джой может что-то зайти и успешно там, знаете ли, поднять или слить свои деньги. То есть, вот так вот. Но, в чём всё дело? Я зашёл на вот этот вот самый стрим Абрулёв, на котором он поднял вот эти вот самые свои деньги. И, в общем-то, ну, так сказать, всё шло нормально. До того момента, как я не спустился вниз. Там, блядь, баннер. Баннер на Джой Казино. Ну, типа, и бонус. Бонус и баннер. И чтобы вы понимали, бонусы в онлайн-казино, они сделаны для того, чтобы ты деньги уже вывезти просто не смог. То есть, допустим, там, я не знаю, вкидываешь ты две тысячи, тебе их умножают, а то у тебя всего на балансе четыре тысячи, и отыграть ты должен, я там, не знаю, сорок ка. Вот с этих вот самых денег. А иначе ты просто не выведешь. То есть, если, допустим, закинул две тысячи, получил с бонуса ещё две тысячи, у тебя четыре, и поднял, допустим, десять тысяч, то ты их не выведешь, потому что ты согласился с условиями бонуса, и отыграть ты должен тысяч сорок. Разумеется же, ты начинаешь играть, и все деньги проёбываешь. Так казино и работает. Поэтому эти самые бонусы никто не берёт. Но у Прулёва, вот даже, знаете ли, на этом самом баннере написано, возможно, он этот баннер не сам делал, возможно, ему сделали все эти баннеры на заказ. Но, перейдя по ссылке, мы можем увидеть то, что это реферальная ссылка. Если, мало ли, кто-то не знает, как всё это работает, если вы переходите по реферальной ссылке, по ней регистрируетесь, то ваш аккаунт как бы в базе. И если вы на этом самом аккаунте, который вы зарегистрировали по ссылке, которую дал Прулёв, если вы на нём сливаете бабки, то какой-то определённый процент идёт Прулёву. То есть, там, знаете ли, допустим, там, я не знаю, 80 на 20. То есть, 80% забирает себе казино, а 20% идёт Прулёву. Но также стоит тут упомянуть, то есть, я был бы хуесосом, если бы не сказал, что также, то есть, все вот эти вот деньги, насколько я знаю, во всяком случае, как делается в большинстве всех этих казино, они начисляются на какой-то там, знаете ли, вот этот вот самый партнёрский счёт. И с него эти самые деньги могут как прибавляться, так и списываться. То есть, допустим, там, я не знаю, человек проебал миллион, Прулёву от этого пришли какие-то проценты, но потом человек выиграл 2 миллиона, и с Прулёву вот эти вот самые все деньги, они снялись. То есть, это тоже важно понимать. И, то есть, принято считать, что вообще реферальные ссылки, это зашкварьнее вообще всего. То есть, зашкварьнее рекламы казино, зашкварьнее рекламы там ещё чего-то. То есть, ну, рекламируешь, рекламируешь. Ладно, там, то есть, Слава, КПСС, там, я не знаю, какие-нибудь Юлики, Хованские, они тоже рекламируют 1xbet, на котором есть также слоты, в которых также можно проебать, и в которых также всё это есть. Но они не дают реферальных ссылок, насколько я знаю. То есть, во всяком случае, вот есть, во всяком случае, Слава, КПСС точно не даёт этих самых ссылок. И, типа, ну, нормально? Нет. То есть, ты зарабатываешь на том, что люди проёбывают. Ну, как бы, скажем так, не то, чтобы я какой-то моралфак и так далее. И понятно, что казино, как бы, оно на то и рассчитано, чтобы какие-то люди на нём зарабатывали, какие-то люди там проёбывали деньги. Но пусть я рекламлю свою реферальную ссылку, по которой, если люди сольют, я деньги получу. Но, тем не менее, как бы, чтобы вы понимали, я хотя бы не позорюсь. Да, вот. И делать-то мне точно есть чё. А в отличие от вас, которым просто делать нехуй. Если ему, во всяком случае, это не зашкварно, то поздравляю его, как бы, молодец. Кому-то вообще, там, я не знаю, казино упомянуть какое-то зашкварно, да, не в целях рекламы, а просто упомянуть, да, зашкварно. Кому-то не зашкварно прорекламировать казино. А есть вот третий тип людей, как Брулёв, им не зашкварно дать реферальную ссылку, по которой, если вы сливаете свои бабки, то они идут как бы Брулёву. Не все, конечно же, но, тем не менее. Какой вывод из всего этого можно сделать? Брулёв, типа, неплохо, так знаете, или поднимать деньги, если по его ссылке кто-то регистрируется. А казино, это способ развлечения. Если вы сейчас зададите мне вопрос, а вот, слушай, а вот ты бы прорекламировал какую-нибудь казино, если бы тебе, допустим, предложили? Если бы просто прорекламировать, вот просто я сказал, как это вот с Аризоной, допустим, происходит, Аризоной это не казино, тем не менее. А как это с Аризоной, допустим, происходит, то просто сказать, что вот есть такое-то, такое-то казино, вы там можете поставить, можете выиграть, можете проебать. Да, без проблем, всё нормально. Но если я зарабатываю только от того, что люди проёбывают по моей ссылке, то есть Брулёв как? Он не зарабатывает за то, что он упоминает казино, или за то, что он играет в нём. Он зарабатывает именно с проёбов вас. Как бы, ну, как знаете. То есть, насколько я знаю, у него в стране вообще разрешены вот эти вот все казино. И Joey Casino, насколько я понимаю, у него легально. Потому что, типа, домен, с которого он играл, просто joycasino.com. Я назвал полностью название этого сайта, уже, в принципе, и похуй. Ладно, то есть, если бы вы всё равно нашли это казино. Но, опять же, что хочу сказать. Не играйте, вы проебёте все свои деньги. А если хотите чисто пофаниться, то можете. Почему бы и нет, да. То есть, казино, оно для того и сделано. Не для того, чтобы поднимать деньги, а для того, чтобы вот просто пофаниться. Хотите испытать удачу? Покупайте лотерейные билеты или ставьте в букмекерских конторах. Причём в лицензионных, которые реально разрешены у нас в России. У нас есть такие конторы, а называть название не буду. Потому что сам в них не ставил и не могу ручаться за всё это. Данным видеороликом не хочу ни в коем случае, знаете ли, как-то осудить Брулёва. Всё, что я хотел, я уже про него сказал. Просто такой, знаете ли, забавненький факт, что Брулёв поднимает деньги с того, что вы можете проебать по его ссылке. Ну, а больше-то ничего, в общем-то, я и сказать не хочу. А не играйте в казино. Казино зло. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok